Масленицу в Мурманске отмечали несколько дней. Праздничные гуляния развернулись на площадках в каждом из районов города. Одной из самых посещаемых стал детский городок-сказка. Зрители не только развлекали, но и угощали блинами. А еще участники события могли научиться звонарному искусству. Подробнее об этом в материале наших корреспондентов. Виктор не профессиональный звонарь, нотной грамоте не обучен, чего немного стесняется. Впрочем, музыкальный слух и хорошая память слегка и компенсируют нехватку музыкального образования. Так что после небольшого выступления и перенастройки колоколов он делится секретами мастерства с каждым, кому интересно научиться играть на столь необычных инструментах. У детей слух хороший, и вообще они очень легко учатся. Я жалею, что я не учился в свое время ни в музыкальной школе, ни вот этому всему искусству, ни хоровому пению. И сейчас бы это мне очень пригодилось. А так приходится все самому, все на слух. Колокольный звон сопровождает, наверное, каждый православный праздник. И Масленица не исключение. Считается, что звук купола отгоняет злых духов или нечисти, даже лечит болезни. Но главная достопримечательность детского городка сказка, змеи Горыныч, только улыбается. Скорее всего, за радостными криками ребятни не слышит древней мелодии. К слову, праздник этот имеет явные языческие корни, но сегодня в его историю и трансформацию почти никто не вдаётся. Очень нравится, весело сегодня, здорово. Слушайте, а как ребёнку объясняете, что такое Масленица, почему её надо отмечать? У нас пока таких серьёзных разговоров не было. То есть это праздник, прихода весны, блины, то есть пока что для них это важно. Печь блины на улице – особенное искусство. Хозяюшкам, так называют себя повара, готовить сладкое лакомство не впервой. И пусть под руками незнакомая плита, да и сковородки непривычные, мастерицы обещают накормить всех и каждого. Блин на блин не похож, так же, как и день на день в нашем Мурманске тоже не похож. Сколько теста заготовили? А, тесто? Ну, у нас есть специалисты, которые готовят заранее. Сколько? 10-16, ветров 20? Всего у нас два ведра теста, поэтому весь Мурманск наестся. Получается не всегда гладко, но лакомство не задерживается. Несмотря на то, что во время Масленицы блины пекут и дома, за бесплатным угощением на праздники выстраивается заметная очередь. Пара минут ожидания, по словам дегустаторов, стоит того. Не ленится ли блинами стоять? Да нет, что-то, музыка, всё равно стоим. Время приятно проводим. Совмещаем приятное с полезным. Почему дом это неинтересно? Водом можно здесь вкуснее, на свежем воздухе. А дома что там? Теплые, это уже не то. Дома надо же блинов на печь сюда. А здесь-то не дают. Начинка для блинов – отдельный вид искусства. Их принято есть с творогом, маслом, мясом и даже картошкой. Но детям и взрослым, которые сегодня участвуют в празднике, предложили попробовать угощение с джемом. Это хорошая традиция, которая стала для мурманчан праздничной традицией. Ну и, пользуясь случаем, хочется поздравить всех мурманчан с наступлением весны, с этим прекрасным праздником Масленицы. Всем попробовать обязательно блинов, поучаствовать во всех мероприятиях, шутках, прибаутках, концерте, поучаствовать в конкурсах, которые организовали творческие коллективы города Мурманска. Ну и всем крепкого здоровья. Коллективы Мурманска постарались, чтобы посетителям сказки не было скучно. Артисты не только пели, но и водили хороводы, причем вовлекали в танцы всех зрителей. Тех, кто в это время не играл на площадках самого большого за полярным кругом детского городка. Я помню, как в 80-е годы здесь силами всесоюзного строительного отряда студенческого строился предыдущий городок сказка. Как мы радовались этому. К сожалению, в 90-е годы мы, родители школьников, подростков, уже не пускали сюда детей гулять, потому что он постепенно разрушался. Мы опазались за их здоровье и жизнь. И когда несколько лет назад появилась возможность в городе построить обновленный городок сказка, то есть новый совершенно, то я одной из первых вместе с мурманчанами голосовала, приветствовала и радовала за строительство этого городка. Для заставших старую сказку каждое посещение городка было настоящим праздником. И эта неповторимая атмосфера здесь сохранилась даже после глобальной реконструкции. Вот только раньше, и этого, пожалуй, не хватало, на площадке народных гуляний не проводили.